Привет! Как дела? Сегодня я расскажу вам о модных направлениях в одежде на весну-лето 2020 года. Итак, forecast, то есть предсказания модных направлений и тенденций на будущий сезон, я всегда хожу узнавать на такое шоу под названием Pure London. Pure London это трендовая выставка, где производители одежды встречаются друг с другом, обмениваются мнениями о предстоящей моде и могут заключить договоры на поставки оптовой продукции в тот или иной магазин. Простые люди тоже могут прийти на это шоу, оно бесплатное, но купить там ничего невозможно. Шоу проходит дважды в год, в основном это февраль и июль, где можно увидеть модные показы моделей прогуливающихся по подиуму, в одеждах, которые будут модны в следующем сезоне. А также посмотреть некие семинары, что нынче в моде, какие материалы производятся, какие технологии используются в создании модной одежды. И кроме этого, также некие компании предоставляют forecast, то есть предсказания, тренды на будущие сезоны. Итак, в этом году UnicStyle Platform представила свой прогноз на спринт само, то есть макротренды на весну-лето 2020 года. В глобальном смысле в 2019 году уже пошла тенденция на минимизацию потребления продуктов во всех сферах жизнедеятельности и бизнесе. Это как раз то, о чем я говорила. Пошла мода на уменьшение потребительства в пользу защиты природы. Люди предпочитают больше отдавать, чем брать. Они стали больше фокусироваться на том, что у них уже есть, а не на том, что им надо купить. Например, вот эту кофточку блестящую я носила, когда мне было еще 14 или 16 лет. Помню, на день рождения какой-то купила себе. Ну вот, пришла ее пора, достала из своих старых запасов и сделала какой-то новый образ. Так что подумайте, как и вам. Не покупать что-то новенькое, а сделать что-то новенькое из того, что у вас есть старенького. В основном идет упор на добавление новых технологий и очеловечивание этих технологий, связанное с созданием и развитием искусственного интеллекта. И вот как раз компания Unique Style Platform выделяет 4 направления, которые будут модны в сезоне весна-лето 2020 года. Это Honest, Limitless, Ritual и Brave. О каждом по порядку. Итак, Honest переводится как Честность. В моде простые вещи, менее вычурные, менее эмоциональные, не идеальные. То есть идет направление на восхваление не идеала. Не надо стремиться всегда быть идеальным для кого-то. Будьте идеальным для себя. Неважно, как вы выглядите и во что вы одеты, главная внутренняя сила. Направление пришло из японского стиля под названием Ваби Саби. Это японское эстетическое мировоззрение ассоциируется с одиночеством, скромностью, неяркостью, неидеальностью, но с огромной внутренней силой. Ты как бы говоришь, хей, я не идеален, но у меня есть внутреннее наполнение, у меня есть что сказать миру. Это как раз то, о чем я рассказывала про гум, когда девочки с внешним идеальным наполнением, но пустотой внутри, что-то пытаются сказать миру через инстаграм. О чем они говорят? О том, что я красивая, я такая, растакая. А что ты из себя представляешь? Пустота. И как раз вот об инстаграме появилась такая компания, которая при помощи AR, то есть augmented reality, дополнительной реальности, позволит вам, этим девушкам, которые хотят менять свои наряды, менять их с периодичностью, там, один наряд в минуту, бесплатно в инстаграмном приложении, где можно просто примерить какой-либо из нарядов, представленный модными направлениями и различными компаниями. То есть компании стремятся не производить и не загрязнять окружающую среду, а просто для того, чтобы человек примерил что-то, сфотографировался и показал это друзьям в инстаграме, они предлагают такое вот приложение. Это как раз то, что я вам показывала, где можно, проводя пальцем по экрану, просто менять наряд, не выходя из дома. Конечно, он еще не совсем разработан, не совсем по фигуре, но уже технологии движутся к тому. Так вот, сейчас полностью наоборот, тебе не обязательно быть красивым и идеальным, но главное, чтобы у тебя что-то было внутри. Я, кстати, как-то интуитивно сама до этого дошла. Да, у меня проблемная кожа, там, да, я иногда лохматая какая-нибудь или неважно как одетая. Особенно в Англии это очень развито, потому что там никто даже не смотрит, как и во что ты одеваешься, куда ты пошел. Там даже больше так удивляются, когда ты по привычке, как русский человек, отглаженно, стильно выглядишь, красиво, ухоженно, ну, в общем, идеально одет. Я в университет так вот одевалась, и меня каждый день спрашивали, какое у тебя сегодня мероприятие, что у тебя происходит в жизни, куда ты идешь вечером и так далее. Я говорю, да нет, никуда не иду, просто русские люди все так одеваются. Они такие, да ладно, зачем тебе это надо, это ж столько времени тратить, бла-бла-бла-бла-бла. Такая, там, блин. Попозже я уже стала меньше краситься, меньше что-то там как-то стильно одеваться. Ну, особенно вот в поездке я вообще стараюсь не краситься, допустим, только тон, потому что все-таки проблемная кожа, надо как-то замазывать прыщики на лице. Я даже в России тут очень редко сейчас крашусь, только вот для записи на видеоролики, и если куда-то как раз вот иду на какие-то мероприятия, где нужно быть, ну, по российским стандартам, прилично одетым и прилично выглядящим. И вот в Англии как раз-таки пришло ко мне такое мировоззрение, может быть, в связи с тем, что я просто повзрослела, может быть, в связи с тем, что я жила в другой стране, где другие идеалы. Но там вот как раз я поняла, хоть ты в пижаме придешь в университет, никто даже не обратит внимания на то, во что ты одет, будут слушать тебя, если ты что-то серьезное можешь сказать и донести до народу. То есть, если ты интересен людям, ты зайдешь без какого-либо смарт-пликида или макияжа. Главное быть интересным собеседником и нести какую-то цель, какие-то знания людям. Ну да ладно, это вот такое отступление о грядущем, что нас ждет в мире. Может быть, скоро как раз все и будут ходить неопрятно, неухоженно, но нести какую-то суть. А может быть, все будут очень красивые, но пустые внутри. Поживем, посмотрим. А пока о том, что у нас в моде на нынешний день. Итак, направление honest – это честность. Это натуральные расцветки в сочетании с яркими пятнами. Самым популярным среди преобладающих синих и зеленых цветов является цвет под названием mint, то есть ментоловый, мятный. А также немаловажной деталью является блеск наряда. Ну вот я как раз оделась сегодня в стиль honest. Однако, несмотря на то, что блестящий наряд в сочетании с рабочим пиджаком, одежда должна быть функциональной. То есть, вам должно быть удобно в ней. Направление limitless переводится как «без границ». Это борьба за то, во что веришь. Некое феминистическое направление, воспевающее суть женщины. Настроение игривое, но опять же таки сильное. Расцветки яркие, сочные и не сочетающиеся между собой. Они представлены в форме столкновения и с внутренней силой. Даже в барби-дресс женщина может быть сильной натурой, знающей свое дело. Розовый, желтый, голубой, темный шоколад – отличное сочетание для этого стиля. Однако, самым популярным среди этих цветов является цвет зеленого яблока. Блестящие наряды вызывают дух бунтарства не только вечером, но и днем. Направление ритюал – это мистическое, символическое, некое такое направление, которое символизирует путь назад к природе, восхваление тела и духа. Пришло оно из домашнего стиля, цвета натуральные, но самым важным в палетке этих расцветок является персиковый цвет. Направление брейв, то есть храбрый, несет в себе что-то непредвиденное, непредсказуемое, веселое и свободное. В нем сочетаются виртуальный и реальный мир. Там преобладают классические яркие цвета в диджитал-обработке. Это направление несет в себе яркий индивидуализм и сочетает несочетаемые вещи. То есть может быть пастельных цветов пышное платье в сочетании с кроссовками и сверху накидывается короткое или длинное пальто. Но в общем стиль смотрится идеально. Кроме этого, для отхода от потребительства, для отхода от загрязнения окружающей среды, то есть sustainability, это основное, о чем сейчас думает западный мир, то есть как сохранить природу, как не тратить столько материалов, не производить столько вещей, которые потом не покупаются и выкидываются, а ресурсы природные уже затрачены. Так вот для этого одна из компаний разработала такую бизнес-модель, где можно взять в аренду абсолютно бесплатно любой из предлагаемых ими нарядов с условием, что этот наряд будет возвращен обратно в компанию до конца этого дня. Но, наверное, компания будет зарабатывать на том, что если кто-то опоздал, там уже они будут снимать некие деньги. Не знаю, как эта модель будет работать, поживем, посмотрим. Но пока что основные макро-тенденции идут в пользу сохранения окружающей среды, в пользу сохранения природы, чего я и вам желаю. Задумайтесь о том, как безжалостно мы используем природные ресурсы и подумайте, нужна ли вам эта или иная вещь, сколько в неё было вложено природных ресурсов, человеческой работы и компьютерной какой-то автоматизированной работы. В общем, подумайте о будущем. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!